Позвольте мне начать с того, что банковская система Абхазии, в отличие от практически всех стран, имеют свои особенности, о которых я тоже поговорю, и в этой связи опыт и инструменты, и методы, и характер работы систем банковских других стран, к сожалению, для нас оказывается во многом неприемлем. Отличительной особенностью банковской системы Абхазии является то, что в отличие от подавляющего числа стран мира, в Абхазии не имитируется своя национальная валюта в качестве платежного средства, платежно-расчетного средства. И это делает нашу банковскую систему, особенно национальный банк, как главный регулятор страны, совершенно не похожим на ситуацию, которая в других странах. Опыт развития мировой экономики показывает, что в мире около одного десятка стран, в основном это малые страны, небольшие по своим объемам, такие как Панама, Сальвадор, Эквадор, там и ряд маленьких островных государств, которые не имеют своей валюты. И казалось бы, с точки зрения расчетов, какая разница рублями расплачиваться, там, своей валютой и так далее, с точки зрения бизнеса. Но вот с точки зрения банковской системы, с точки зрения регулятора, который регулирует процессы в банковской сфере, это значительное отличие. Самое главное отличие заключается в том, что у Национального банка Абхазии, в силу того, что он является имитентом валюты, он, по сути, не проводит кредитно-денежную политику. Он, не потому что он не хочет или не понимает, как, а этот орган, Национальный банк, лишен этого инструмента. Хотя по закону Национальный банк разрабатывает документ, называемый, значит, основные направления кредитно-денежной политики, но это все очень условно, очень натянуто заши, потому что главной особенностью таких экономик малых, как Абхазия, у которых нет своей собственной валюты, нет инструмента, он не обладает инструментарием, чтобы как-то влиять на процессы, то есть с значительными сложностями. По сути, сегодня Национальный банк Абхазии во многом похож, во многом по функционалу на коммерческий банк, только разница в том, что он обслуживает главного клиента, это Министерство финансов в Республике Абхазии, бюджет бесплатный, и в качестве клиента у него есть банки. С точки зрения инструментария, воздействия на кредитно-денежную политику, на объем денег в экономике, на влияние на ставку процента, на инфляцию, на платежный баланс, на валютный курс, этого ничего нет, мы просто, как банк, принимаем ситуацию, в которой она есть, не имея возможности влиять. Ну, к примеру, если есть инфляция, то она такая, как в России, потому что мы в рублевой зоне. Если, например, Национальный банк устанавливает валютный курс, ну, вы понимаете, мы копируем валютный курс, который устанавливает Официальный, Центральный банк Российской Федерации. Если мы хотим повлиять на ситуацию с объемом денег в экономике, как банк, то это сделать невозможно, потому что мы просто констатируем, что в стране столько денег. И еще, честно сказать, не всегда мы можем это сделать, потому что существует поток денег нелегальный из Абхазии в России, из России в Абхазии, который находится вне банковской системы. И в этих условиях, конечно, говорить о том, что у нас есть орган, который может проводить эффективную кредитно-денежную политику, его нет и быть не может. То есть, как сказать, в соответствии с тем, что мы не являемся имитентом валюты. То есть, этих инструментариев нет. У нас есть какие-то проекты по кредитованию, но это вообще кредитно-денежная политика никакого отношения не имеет. Это другая история. Это просто кредитование. Теперь по ситуации, которая складывается у нас в Абхазии в связи с ограничительными мерами, введенными на границы, карантином и остановкой хозяйственной предпринимательской деятельности, особенно это ощутимо было в апреле, в мае месяце. Безусловно, эта ситуация негативно сказалась на экономике в целом, на предпринимателях, на банках, поскольку мы являемся частью общемирового процесса, мы слабо или неважно в какой степени интегрированы в мировую экономику. И тем более, такая экспортоориентированная экономика, как Абхазия, такая зависимая от притока туристов, особенно в летний период, страна не может не ощутить на себе закрытие границы, по сути, и ограничения по передвижению людей. Анализы финансовых потоков по итогам пяти месяцев 2020 года показал, что за пять месяцев в страну нашу поступило более девяти миллиардов рублей по всем каналам. Это поступление на порсчета коммерческих банков, снятие по карточкам банковским, переводы денежные и так далее. За этот же период из Абхазии ушло 11 миллиардов рублей. То есть получается на фоне того, что и так закрыта граница, и так предпринимательский сектор проседает, объем денег в экономике, это имеется в виду с учетом того, что как и на руках у населения, как и на счетах банков сократился на 2 миллиарда рублей. Для Абхазии это колоссальная сумма. Проседание оборота денег на 2 миллиарда, это то, что мы официально могли зарегистрировать, отразить, не считая те потоки, которые мы увидеть не можем. Эта сумма очень большая, безусловно, она сказалась на всей экономике, но и поскольку мы говорим о банках, то, безусловно, отразилось и на состоянии ликвидности в банковском секторе. Но поскольку предприниматели сами проседают в оборотах, граждане многие решены возможности зарабатывать, естественно, в этих условиях происходит отток денег со счетов банков, падает ликвидность и обостряются проблемы с платежами. Теперь то, что касается банковской системы и возможности влияния на экономику. Но, если вы позволите, я бы хотел быть более откровенным здесь. И, понятное дело, можно рассказывать о том, как выстроена банковская система в других странах, говорить о том, что нужно предоставлять долги. Но есть такой набор стандартных представлений, которые знают практически все люди, даже не надо быть экономистом. Банки должны давать дешевые, длинные кредиты, развивать предпринимательский сектор и так далее и тому подобное. Это все хорошие пожелания, к которым нужно стремиться, безусловно. То есть, как бы, понятное дело. И, на самом деле, и банки в этом заинтересованы. То есть, тут такого нет, что в банках накоплен большой капитал, на котором сидят руководители коммерческих банков, и не кредитуют, потому что вот они, значит, такие нехорошие и так далее. И если бы были деньги, безусловно, и банки бы кредитовали и предоставляли более длинные, более дешевые деньги. Но мы должны поговорить о реальных вещах, поэтому давайте как-то сфокусируемся на проблемах. Самое главное, что я хотел бы сказать, что банковский сектор, коммерческие банки Абхазии, это точно такие же предприниматели, по сути, как и другие предприниматели, которые занимаются торговлей, значит, я не знаю, общепитом, курортами, экскурсиями, производством и так далее. Просто предприниматели, которые решили организовать свой бизнес в сфере оказания банковских услуг. И характер проблем, которые испытывает весь предпринимательский сектор, безусловно, отражается и на банковском секторе. Вот как часто мы понимаем, что государство должно помочь, государство как институт, то есть есть ожидания, да, но мы должны понимать, что государство, это мы сами, никто не поможет государству. То же самое банк сегодня, банковская система, это, по сути, предприниматель, который находится в поисках денег, в поисках денег для того, чтобы привлечь ресурсы, добавить процентную ставку и предоставить кредиты заработать. Скажу вам часто, очень часто обращались, сейчас в последнее время перестали, потому что все знают ситуацию с финансами, предприниматели приходят и просят, дайте, пожалуйста, нам кредит, нам нужно, допустим, по 10%, под 8%, понятное дело, предпринимателю невыгодно, это каким бизнесом надо заниматься, чтобы предприниматель обращался за кредитованием, по 24% даже много, по 36% я уже не говорю, таких, ну, я не знаю, какой должен быть бизнес, чтобы предпринимателю было интересно по 36% брать кредиты, и мы же это тоже понимаем, но когда предприниматель приходит и говорит вам, мне нужны деньги, кредит по 12% годовых, самое смешное, банк, знаете, что ему отвечает? Мы тоже хотим деньги по 12% годовых, если бы кто-то нам принес в банк, даже не надо по 12%, под 18% годовых, банк с удовольствием примет, потому что на рынке капитала банк, как и другие предприниматели, сам нуждается в кредитах. За 4 года, 17, 18, 19, 20, году объем вкладов увеличился до 1 миллиарда 600 миллионов рублей в системе, а 2 года назад было там в 18-м году 1 миллиард 462 миллиона, это в основном вклады физических лиц, но сами поймите, здесь как бы профессиональное сообщество, и легче объяснить, есть понятие рынок, есть понятие рынок, хотим мы того или не хотим, к сожалению, этого нам не избежать, мы не в плановой экономике дефицитной находимся. Возникает вопрос, по какой ставке, какова цена денег в Абхазии, какова цена денег. Основы экономики, первый курс, спрос равен предложению, спрос равен предложению, устанавливается цена, и в том числе цена на капитал, цена на деньги, это ставка процентов. Учитывая, что у нас существует большой спрос на кредиты, и маленькое предложение ресурсов, возникает очень высокая рыночная ставка, которая превышает несколько десятков процентов, ну если говорить о рыночной ситуации. Теперь два варианта существует. Сделать ли ее искусственно заниженной. Первый вопрос. Насколько сделать ее заниженной? Я вот недавно выступал и говорил, сберегательный банк начинал со ставки в 12% годовых. То есть мы объявили, что сберегательный банк привлекает вклады под 12% годовых для населения. Скажу вам честно, практически никому это было неинтересно. Несмотря на то, что даже 12% годовых ставка значительно выше, чем Российская Федерация. И по этой ставке банку удавалось привлекать 2, 3, 4, ну максимум 5 миллионов рублей в месяц. То есть это тот объем, который не решает проблему кредитования и заработка для банка. Наши люди, вот граждане так говорят, это сколько получается в месяц? 1%? Ну 1 это неинтересно. То есть непривлекательно. Соответственно, была ставка повышена до 18, пошел поток денег. Но хочу вам сказать вот что. Когда установил сбербанк ставку процентов 18 годовых, за 2 месяца было привлечено порядка 200 миллионов рублей и на этом все закончилось. То есть самое интересное, что даже по ставке 18% годовых деньги уже не идут. То есть был какой-то объем денег у населения, которое Сбербанк смог привлечь и все, и больше нет. Очень много людей говорят, какая высокая ставка, как хорошо можно было бы, ну не предпринимать, а простым людям заработать. Но у населения нет денег свободных. Даже если мы 24 сделаем и 36 ставку по вкладам, ну я сейчас придумываю, таких не будет. От этого денег больше не станет, потому что их физически нет. И возникает вопрос, когда такая высокая ставка, тогда такая высокая ставка. Соответственно, нужно предоставлять кредиты по ставке выше, ведь банк должен операционные расходы закрывать, заработать, еще есть риски невозврата денег. Отсюда возникает вопрос, при такой ставке кому это интересно? Как выясняется, как выясняется очень интересно. У нас понятное дело, что это получается в этой истории, и, к сожалению, будем говорить откровенно, в этой истории, в которой мы сейчас пребываем, рынок капитала, который существует у нас, рынок кредитных ресурсов, он оказался совершенно не для предпринимателей. Ну а будем объективным. То есть, это ставка, которая абсолютно, как сказать, отвернула от себя предпринимательский сектор. Но, при этом остается огромный спрос для микрокредитования на потребительские, зарплатные и так далее проекты. И получается, что банковская система сегодня находится в поиске ресурсов. И еще хочу добавить, что сама система, как предпринимательский сектор, оказалась очень эффективной, слабой. И сегодня перед национальным банком стоит задача, вот не такие, которые мы ожидаем, и которые должны были ожидать, как через банковский сектор кредитовать экономику. Безусловно, эта задача остается. Но самое страшное другое. Сегодня перед национальным банком стоит совершенно примитивная задача, и очень сложная. Как сделать так, чтобы сам предприниматель, то есть лице банковского сектора, не перестал существовать. Потому что мы знаем, что в рыночной экономике один предприниматель открывается, завтра закрывается, значит, он может погибнуть, но ничего страшного, закроется магазин, другой откроется, как бы конкуренция существует. Но у нас ситуация, когда в 2015 году, когда я начинал работать, исхожу из того, что у семи банков нужно отбирать лицензию. Вот если бы работать строго в соответствии с законодательством, у семи банков из девяти надо отбирать лицензию. Но о чем говорить, если практически нет эффективного предпринимателя, который не только думает о других предпринимателях, предоставляет ресурсы, а все усилия брошены на то, чтобы, но я не хочу от других банков, а сберегать на банке, чтобы сделать все, чтобы сам банк, как предприниматель, он не погиб, и все не рухнуло. Вот в таких тяжелых условиях находится банковская система. Особенно ситуация обострилась на фоне тех процессов, которые наблюдаются в последние два месяца. Ну, скажу вам честно, может быть не очень хорошо, но тем не менее, в целом мы эту весну прошли во всяком случае не хуже, чем в прошлом году. То есть справились, несмотря на оттоки капитала. А концептуально, конечно, нужно понимать, что здесь существует и обратная связь. Банковская система встанет на ноги тогда, когда в стране появится экономика, когда будет большой круг, большой объем предпринимательского сектора, который будет обслуживаться в банках и держать остатки на счетах банков, работать легально, а не в треневой экономике. И, соответственно, как только такая экономика появится, как появятся предприниматели, у банков появятся ресурсы, которые банк сможет предоставить для развития предпринимательского сектора в дальнейшем. Поэтому все это находится во взаимосвязи, замкнутый круг. Ну, может, кому-то не понравится, что я так говорю, но, к сожалению, это правда. И если мы будем вести дискуссии, я бы хотел исходить из того, в какой реалии мы живем и с какими проблемами сталкиваемся. Граница может быть закрыта еще месяц, два, три, может быть еще... И не только COVID-19 может стать причиной закрытия границы, могут быть другие причины. Скажите, пожалуйста, вот как в этих условиях мы обеспечим себе текущую ликвидность? Как сказать? Конечно, будет очень сложно, но, понятное дело, раз мы еще раз повторюсь, не имитируем, мы раз мы не имитируем деньги, то ее будет ровно столько, сколько получится в результате сальдо-экспорт, ну, скажу так, сальдо-экспортоподобных и импортоподобных операций. Сколько в Абхазии денег? Ответ зависит от разницы, сколько пришло и сколько ушло. И мы должны понимать, что если граница будет закрыта, если граница будет закрыта, то туристов не будет. Как в Абхазию поступают деньги? Либо оплата за экспорт, либо помощь. Нужно отдать должное благодаря тому, что Российская Абхазская Абхазия получает колоссальную финансовую помощь из Российской Федерации. Даже сам факт одной позиции по пенсиям, это 330 миллионов рублей, я уже не говорю о других потоках помощи, только 330 миллионов рублей денег, которые только по линии пенсионного фонда в Абхазию ежемесячно поступают в условиях закрытия границ. Это же тоже деньги, понятно, они попадают пенсионерам на их счета, но они выходят в экономику деньги, в итоге попадают в карманы предпринимателей, которые занимаются продажей товаров и услуг, и в итоге косвенный бюджет пополняется. И благодаря тому, что существуют такие потоки, у нас проседание не такое сильное. Если бы не было этого, было бы еще хуже. К тому, говорю, что если граница не откроется на долгое время, то будет, нуля не бывает, всегда какая-то ликвидность существует, но мы будем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации, провала, дефицита и наличных, и безналичных, и всего остального. Наша банковская система, то есть, собственно, банковская система вообще является проводником, то есть в нормальных условиях, в условиях стандартной экономики, нормально развивающейся, является проводником денежно-кредитной или монетарной политики, которая реализуется посредством ряда стандартных инструментов, о которых я не буду говорить, но которые являются тем стандартным набором, который призван позволить государству реализовать основной набор своих экономических целей и задач. Что касается нашей банковской системы, то действительно она функционирует в условиях как внешних ограничений, так и внутренних ограничений. Ну, Беслан Владиславович остановился на внешних ограничениях, которые не позволяют в полной мере задействовать весь тот инструментарий, которым наделен вообще национальный банк, как банк банков. Поэтому я остановлюсь на внутренних ограничениях. Мне хотелось бы, то есть вот такой момент, когда у государства есть понятная, внятная экономическая политика, сформулированная и состоящая из общепринятых и признанных приоритетов, тогда и национальному банку, как регулятору, легче формировать кредитно-денежную политику, денежно-кредитную политику. В нашем случае, к сожалению, пока мы такой политики, экономической политики, основных приоритетов, определенных государством, пока не видим. Поэтому это тоже определенные сложности накладывает на реализацию вообще кредитно-денежной политики, национальным банкам и системой коммерческих банков. Что касается банковской системы, то да, действительно, это бизнес, который напрямую зависит также от тех условий, которые должно создавать государство, формируя те или иные институты на том или ином этапе экономического развития. Поэтому наверняка сегодня и система коммерческих банков тоже не выполняет свою роль, нет того уровня конкуренции, нет того уровня и качества технологичных продуктов, которые могли бы быть предложены банковским сектором, предпринимательскому сообществу. Поэтому вот этот момент тоже, на мой взгляд, существенный. Что касается, действительно, национальный банк не является имитентом, и это серьезная также проблема, то есть мы не можем воздействовать на уровень денежной массы в экономике и тем самым воздействовать на экономику. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что сказал Беслан Владиславович, есть ряд стран и опыт стран, когда действительно национальная валюта тех же Соединенных Штатов Америки используется в соседних государствах, как это Панама, Сальвадор, Эквадор, прочие, как Пуэрто-Рико и так далее. Швейцарский франк является валютой в Лихтенштейне. То есть это проблема, но, на мой взгляд, она решаемая. То есть можно двигаться в контексте рублевой зоны и, главное, понимать макроэкономический контекст, на мой взгляд, для того, чтобы наша банковская система в полной мере, в рамках тех возможностей, которыми она обладает на сегодняшний день, могла в полной мере задействовать тот инструментарий, которым она обладает. И я бы, наверное, рекомендовала определить государству какие-то приоритеты национальные. То есть, как бы, по примерам, может быть, Российская Федерация на сегодняшний день, где сформирован, принятый обществом, пакет национальных приоритетных проектов, и в рамках этих проектов адаптируется банковская система Российской Федерации. То есть, как бы, там создаются профильные банки, отраслевые банки, которые являются проводником той или иной политики в том или ином отраслевом контексте. Поэтому, ну вот, мне кажется, необходим определенный макроэкономический контекст, в котором бы национальный банк и формировал денежно-кредитную политику посредством тех ограниченных возможностей, которые у него есть. Как действовать будем? Значит, существует очень много вариантов, при которых возможно нам выживать данная ситуация. Мы вот сейчас говорили, что ЦБ не занимается эмиссией. Мое мнение, что когда-нибудь надо этим заниматься начать. Чем раньше начнем, тем быстрее достигнем каких-то результатов. Что касается банковской системы, вот обращаясь к политическому руководству, у нас, наша страна, развивается путем, значит, сельского хозяйства и приема туристов. Я думаю, что одним из главных направлений должна быть и банковская система, потому что она на сегодняшний день, как мне кажется, более организованнее, чем все вот эти вот остальные отрасли, и она могла бы дать серьезный толчок для развития вообще всей экономики. Значит, что происходит у нас? У нас сегодня наша банковская система или расчетная система, она на самом деле не кредитует, и в ближайшее время кредитов, значит, и не будет, и не надеетесь, господа предприниматели, мы занимаемся расчетными делами, и расчеты для нас самое главное на сегодняшний день. Денег на самом деле нет, мы должны развивать некую инфраструктуру финансовую, и вот если, допустим, рядом со мной здесь депутат парламента, у нас на сегодняшний день образовалась такая ситуация, когда технологии, которые мы внедряем, они побежали быстрее, чем законодательство наше, и вот это серьезная проблема, выключить их уже не можем, законодательство отстает, вот если законодательно нам будут помогать, у нас будет больше услуг, которые позволят, значит, пользоваться населением, значит, чем больше услуг, тем лучше собираемость, значит, денежной массы, мы знаем, что у нас собираемость ЖКХ очень низкая, собираемость там налогов очень низкая, внедряя услуги, позволяющие оплачивать это все дистанционно, а учитывая, что тем более коронавирус здесь вот этот вот нам помогает в этом вопросе, мы могли бы увеличить собираемость, это отразилось бы и на налоговооблагаемой базе, и так далее, и тому подобное, но на самом деле, да, у нас очень сложная, такая серьезная ситуация, но ее можно с помощью, значит, законодательных вещей исправлять, например, дать возможность нам обслуживать нерезидентов, открывать счета российским гражданам, вот фактически у нас здесь живет 95% граждан Российской Федерации, но если, допустим, человек, россиянин, приехавший из Москвы, он так просто счет открыть не может, хотя мы должны быть в равных условиях, а когда к нам приезжает огромное количество туристов, они не могут быть оторваны от обязательных платежей, вот коронавирус, там, эпидемия и так далее, а платежи никто не отменял, за квартиру, за свет, все платить надо, поэтому технологии, они очень важны, да, нам хотелось бы, чтобы нам помогали в этом вопросе, тем более у нас по нашему законодательству, наш центральный банк не имеет возможности вот инициативы в парламент, витаскивать закон, он должен это через администрацию президента все сделать, а лучше него никто не знает, что у него в отрасли, поэтому дайте ему такую возможность, чтобы он сам законодательной инициативой выходил в парламент, это, наверное, ускорит все процессы, которые необходимы здесь нам в обществе, у нас огромное количество инфраструктуры было еще и до нашей войны, там, биржа у нас работала, ценные бумаги у нас были, векселя работали, сейчас это практически все отсутствует, это все надо делать, вот этим всем надо заниматься, у нас есть и внутренний долг в государстве, там, и с ним надо разбираться тоже, и у нас есть и внешние долги, и мы отрезаны от денег, из-за токсичности нашей территории, у нас, наше государство не имеет возможности получать какие бы то ни было кредиты, что касается банковской сферы, да, вот сейчас представитель сказал, что там семь банков надо закрывать, ну, а что лучше, когда банков много или когда их мало, тоже вопрос, он тоже требует обсуждения, вот эти вопросы надо все решать, но банковская среда, она требует определенного вливания сейчас, такое вливание мы внутри найти не можем, это надо сделать для того, чтобы сверху, донизу вся банковская система соответствовала тем заграждательным актам, которые существуют, а это значит нужна докапитализация всей вот этой сферы, как центрального банка, так и коммерческих структур, потому что самая главная болезнь у банков это начисление резервов, которые все не в состоянии полном объеме сделать, но то же самое и у центрального банка происходит, вся вот эта вот система, она будет работать в том случае, если будет работать и развиваться инфраструктура, наши банки сегодня выпускают там дюжину финансовых продуктов, когда в Германии отделение выпускают полторы тысячи, вот как вы их догонять собираетесь теперь, денежной массы нету, да, ее и не будет, а как кредитовать, если значит мы отключим кредитование, как вот это сейчас получилось, это значит вы отключаете доступ людей до определенных ресурсов, когда им необходимо, а что делать человеку, если он не может прийти в банки получить те деньги, которые ему вот срочно необходимы, он идет на рынок, берет с рук, потом вовремя не возвращает, получается криминогенная обстановка, загнутый круг получается, кредитование это такое же мероприятие, как продажа хлеба, его закрывать очень сложно и практически никогда нельзя, но у нас такая ситуация, денег нет в стране, мы закрыли все кредитования, потому что занимаемся расчетами, и то в расчетах у нас образовывается иногда очередь, да, у нас кривой баланс, к нам заходит рубль, а выходит два, потому что у нас огромные платежи, мы закупаем услуги, товары народного потребления в Российской Федерации, все это затрудняет поступление средств на корреспондентские счета, это вызывает определенные расходы, которые впоследствии отражаются на клиентов, вот, теперь, как мне кажется, вытащить это все могут только вот на самом деле технологические вот эти приемы, цифровизация, работа онлайн с людьми, возможность давать, расчеты, да, осуществлять расчеты онлайн, вот эти вещи дадут возможность нам как-то увеличивать нашу собираемость, это на мой взгляд как бы, теперь, что касается кредитования, я хочу сказать вам, что кредитный портфель у нас ужасен, потому что нет инфраструктуры, вот пример приведу, мы не даем кредит, заемщик его вовремя не платит, мы должны начислять пенни, если мы начислим пенни, мы кредит сам тело не можем получить, проценты, а пенни вообще никогда не получим, дальше, что происходит, происходят следующие расходы для решения суда, получаем решение суда, дальше, значит, приставы должны быть задействованы, а что они могут в наших условиях, трубку поднять, позвонить, сказать, будьте любезны, извините, пожалуйста, инфраструктура продажи частной собственности для покошения долгов не работает, не работают законы, позволяющие допустим этим людям, которые должны быть банкротами, заниматься предпринимательской деятельностью, оформлять какие-то сделки, переезжать и так далее, вот этого законодательного обеспечения нет, поэтому находимся в такой составляющей, как говорится, у нас очень много работы, вот, насколько известно, последнее время у нас начали открываться и банки с российским капиталом, мы очень надеялись, что они вольют какую-то струю в наш такой нездоровый коллектив, будем говорить, но что есть, то есть, да, они тоже пока боятся рисковать, потому что инфраструктура это очень важно, это риски, все боятся, мы токсичные, нет, 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 не совсем так, на самом деле, да, на самом деле, мы сегодня фактически отрезаны от денежных потоков, ну вот я же говорю, развивать инфраструктуру, законодательную базу, делать, значит, то, что мы должны были делать 20 лет назад начать. Если говорить о системе вообще всех, как сумму всех банков и качество кредитного портфеля, который существует в Абхазии, значит, объем кредитов, сумма кредитов, которые, как скажем, находятся, выданных, выданных на данный момент, 3 миллиарда 700 миллионов. То есть, это все банки страны выдали и на данный момент, как ждут возврата, так скажем, чтобы понимали, 3 миллиарда 700. Где-то приблизительно цифра прыгает, но в районе не более 25% это кредиты первой категории. Что означает? Заемщики взяли кредит, своевременно оплачивают проценты, по графику возвращают, никаких проблем нет. 75% это проблемное. Кто-то в меньшей степени, кто-то в средней степени, кто-то в тяжелой степени. Теперь возникает вопрос. Мы говорим, что там не надо бояться, но банк выдавая кредит, он должен бояться больше, чем любой другой предприниматель, потому что предприниматель может потерять свои деньги, в крайнем случае скажет, ну не получилось, а банк ведь привлекает деньги чьи-то под проценты, платные ресурсы, банк должен вернуть эти деньги, он вдвойне ответственнее должен предоставлять кредит. Там больнее, чем предприниматель потеряет деньги. Нет, 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 не то, что всем больно, безусловно, ответственность в каком плане, что это вообще чужие деньги, привлеченные деньги. Возникает вопрос, вот я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, если представим картину, банк в Абхазии представит 10 миллиардов рублей кредитных ресурсов, допустим, у нас станет очень серьезный вопрос, вопрос, а кому эти деньги дать? Например, я даже не знаю, будет ли у нас объем, значит, количество предпринимателей, которому можно доверить такую сумму, и которые предоставят обеспечение. Это тоже замкнутый круг. Замкнутый круг, потому что все взаимосвязано. Когда механизмов возврата нет, когда сегодня банки практически не принимают в качестве обеспечения жилого имущества, потому что невозможно отсудить, невозможно людей выселить, и даже если банк возвращает, значит, погашает эту историю по кредиту в виде обеспечения, в виде жиля, то невозможно реализовать. И отсюда возникает проблема, как же кредитовать так, чтобы эти деньги эффективно пошли на развитие экономики, а не осели в кармане у предпринимателя в виде невозврата. Вот одна из серьезных проблем, которую мы сейчас пока вообще не обсуждаем, потому что нет такого количества денег, чтобы мы думали, куда их деть. Но имейте в виду, если даже такой объем денег в стране появится, следом встанет второй вопрос. А кому дать деньги? Ну вот вы предприниматель Довитичич, я знаю, эффективный менеджер, например, вот таких как вы, но их же немного. Уже неэффективный. Мы обезжирены и нас уже общипали. С самого начала, когда начал выступление, я сказал, что Банк Абхазии не имитирует свои валюты. Если бы мы имитировали, бы мы знали, какой объем денег существует. Но поскольку мы не знаем, какое количество денег на руках у населения, вот вы же говорите, там у вас сейф, деньги внутри лежат, мы же не видим. Ну я образно говорю, предприниматели сколько не в банке хранят денег, в кармане. Поэтому на эту цифру Банк Абхазии и никто ответить не может. Какой очередной коронавирус мне помешает? И что с нами произойдет? Кто-нибудь может какие-то гарантии? Если бы я брал бы деньги на 10 лет, на 15 лет, да, до этого или ишак умрет, или король умрет, я, естественно, каким-то образом выползу. А на 3-4 месяца как я верну эти деньги? Банк сейчас вот они говорят дайте нам ваши деньги должны у нас лежать. Они выполняют роль рикетера. Рикетера, да, дай деньги и все. А в замене ничего не имеют кроме расходов. Ситуация конечно ужасная, но сказать о том, что у нас нет безвыходного положения, я не могу так сказать, потому что у нас есть правительство, у нас есть администрация президента, у нас есть министерство, ведомства, банки и так далее. Политики должны все ищить, что нам дальше делать, мои дорогие. Что делать нам? Вторую границу открывать, договариваться с грузинами, с Евросоюзом, с американцами, собственную валюту, я не знаю, что-то надо делать, а ту картину, которую вы нам нарисовали, эту картину мы и без вас знаем. Любого гражданина остановите, на улице спросите, как ты живешь, он сразу на все вопросы ответит. Мы ждем от вас, мои дорогие, вы должны что-то решить. Мы находимся в таком тупике, дальше так жить нельзя. Вы можете себе представить, мы находимся в начале кризиса, а что будет в конце года, в начале следующего года? Вы можете себе представить, какой ужас будет у нас, когда мы не сможем платить зарплату, даже ту минимальную, которую мы как-то сейчас кое-как покрываем, а дальше вообще не можем ничего платить. Что люди за что будут, как они будут жить, что они будут делать, что мы будем делать, вы вообще представляете, перед какой серьезной угрозой мы находимся. Пандемия голода без денежа, он страшнее, чем этот вирусный грипп, чтобы вы знали. И закрывает Абхазию две границы, докладывает, что мы закрыли, и как здорово мы все это сделали, не опрометчиво ли мы, дорогие друзья, поступили, не поторопились ли мы, слава Богу, на улице у нас никто не умирает, у нас нет валяющихся на людей, как показывали в Ухане, там еще каких-то других местах, у нас более-менее благоприятная ситуация была в Абхазии, две границы закрой, пожалуйста, работайте внутри, рынки, магазины, все должны работать, а мы все закрыли, запечатали, а как тебе из этого положения выходить, ждем туриста, он вообще не придет, тогда что будем делать, вы извините, пожалуйста, я эмоционально говорю, но вы поймите, пожалуйста, какую ответственность я несу перед своими простыми гражданами, которые называются мои работники, как мне с ними дальше жить, какие-то средства есть не в банке, а в Чулане, скажем, а дальше в августе, в сентябре, в октябре, очень тяжелейшее положение, я, например, не вижу, что у нас штаб по борьбе с коронавирусом есть, а штаб по выходу из кризиса я что-то не слышу, или, может быть, я не уловил, может быть, уже какой-то штаб работает, специалисты сидят, думают, как выходить из этой ситуации. Уже давно велосипед изобрели, доветели, ничего особо думать не надо. Так вот, вы же не говорите об этом велосипеде, мои дорогие. Почему? Говорим же, законы нужны, инфраструктура нужна, все надо, все должны работать. Русским языком говорите, инфраструктура, какая инфраструктура нужна? Ну, как какая? Какая? Если мы возьмем здесь и сделаем такой закон, который будет разрешать нам, как называется, обслуживать, хотя бы не резидентам, мы тем самым привлечем огромное количество денег в страну, которые впоследствии можно будет кредитовать на собственную экономику. Ну, почему этот вопрос не рассмотреть? Почему не рассмотреть вопрос о веселях, ценных бумагах или, допустим, облигациях, которые уже в советское время мы делали? Ну, это тоже такой хороший вход. Ну, ценные бумаги, я не знаю, сколько они будут востребованы. У нас жизнь-то не ценна. Я сейчас прошу прощения. Смотрите, что происходит. У нас достаточно большое количество здесь людей, которые выполнили работу, государство им не заплатило, они пошли в суд, получили решение суда и не могут получить свои деньги все равно, потому что они даже, как называется, не отражены в бюджете стражей. Ну, как с такими людьми отбираться? А что, не твой человек, что ли? А? Ему хоть бумагу дайте ценную какую-то, скажите, через 200 лет заплатить. Но эта бумага уже инструмент, он ее закладывать может. Предмет залога, получить какие-то деньги, что-то работать, чей тебе не инфраструктура? Биржа, она войны в Абхазии торговала от спичек до хвозней елки-палки. У нас нету биржи до сих пор. У нас нету ничего. Законы, которые должны работать в плане, у нас вообще в стране не признают банкротство. У нас суды не работают, поэтому сейчас в данном случае суды не рассматривают юридических лиц банкротства и физических лиц тоже. Ну, не работает ничего. Вот если все займутся вот этими вопросами, а почему мы не хотим заниматься своими собственными деками? У нас нет собственной денежной единицы, собственной валюты, суверенной и так далее. Это большая проблема. Он правильно сказал, нет инструментариев, не могут взгляд на инфляционный процесс и так далее. Все было тут. И представитель университета тоже очень хорошо все разложил. Все нам понятно, понимаете? В теории. Да. Но и Михаил Рамзан, естественно, блеснул. Тут человек, он опытный. Это был один из первых, я вам так скажу, банкиров, который действительно очень высоко рисковал. Тогда вот после войны, когда вообще ничего не было, ни закона, ни порядка, все вооруженные ходили. Первый банк, который взял на себя такую миссию кредитовать бизнес, это был именно Михаил Рамзан, чем вообще большое спасибо за это. Это тоже подвиг, чтобы вы знали. Правда, он нам давал по 320% годовых, иногда по 360%, но мы более-менее выжили и вообще свои обязательства выполняли. Теперь, Михаил Рамзан, то, что вы говорите, вы понимаете, законодательная база, и то, что вы говорите, инфраструктура, это недостаточный фактор для того, чтобы развивать банковскую сферу. Это нужно, понимаете, как вот, охота, когда делаешь, охохола, нужно, но когда охуда нет, одной охохолой ты ничего не сделаешь. Знаете, вот я вот, меня удивляю, у меня удивляю, знаете, как вот, почему? Печальная застолья, охота. Почему? Да, можно было и больше, сказать. Вот, знаете, как, у меня немножко вопрос, как все, банковская сфера, вы знаете, как, мы все видим, да, вот я не знаю, Ислан Завченко, мы все понимаем, что, вы правильно говорите, если не будет пенсии, не будет той зарплаты, которую Россия нам выдает, и не будет деньги, которые тратят российские военные, у нас вообще денежной единицы не будет. Просто не будет денежной, массы. К нам приходят деньги, не заработанные нами, и поэтому у нас инфляция всегда будет выше, чем в России. Оно так и есть. Если там кто-то озвучивает 7-8%, у нас будет, ну, 12-16% и так далее. У нас всегда будет выше инфляционная ситуация, чем в России, чтобы понять, за то, что мы получаем, не зарабатываем нам деньги. Второй вопрос, знаете, вот почему банкиров не интересует скажем, не заинтересован, выведение теневой экономики. Вот, да и Чичич правильно говорит. Вот он держит деньги в сейфе, работает, как-нибудь переезжает через границу. мы контролируем вывоз товаров, которые даже с ограниченным сроком, там, действия, те же, цитрусы или другие, под жесткий контроль государства, все декларируется. А леглидность мы не декларируем. Никому она не интересна. Она свободно перемещается, и мы создаем все условия для того, чтобы деньги шли мимо банков. Вы хотите привлечь не резидентов, а своих резидентов отогнали, и они работают в небанковской системе, и чувствуют себя очень комфортно. Момент, момент, момент. Это не ваша функция, но, Михаил Рамзанович, вы тут много великих вещей сказали. Действительно, я извиняюсь, это нет. Но, но почему это, вот вы эти вопросы не ставите нигде, не озвучили, или вам отказали, или вам не говорят. Мы здесь за 25 лет банковское сообщество создать не можем. Ну, вот видите, тут уже субъективный фактор присутствует. А вы говорите здесь, нам помощь нужна вот здесь, поэтому здесь. Теперь, знаете как, вот как-то, мы, было давно, значит, мы разговаривали, что сейчас, Беслан заметил, ситуация тоже очень, мы, я как-то высказал, да, такую мысль, там, в одном банковском сообществе, что, чтобы абхазская экономика как-то развивалась, тогда еще доллар был 30 рублей. Нам нужно минимум 15 миллиардов капитализации центробанка, дешевыми деньгами, понимаете, которые, ну, на выходе хотя бы не больше 12 процентов годовых. Вот. Ну, если это достичь, да, тогда можно, говорит, разве это встает. Второй вопрос, а где тот предприниматель, который будет, как бы, обслуживать, кредитоваться и гарантированно возвращать. Сегодня у банков действительно направлены большие риски. Я сегодня заложил недвижимость, взял кредит, через год цена на мою недвижимость обрушилась. Понимаете, я как бы рассчитался с банком, а банк не может превратить его в ликвидность. И оно висит, да, на балансе будет отражаться как актив, а по факту это просто, понимаете, это цифра. Поэтому тут, конечно, любой предприниматель вам скажет, что нам нужны дешевые, длинные кредиты, тем более, в таких рискованных отраслях, как сельское хозяйство и так далее, и так далее. Но, знаете, я одно не могу понять, а это как бы, вот, политику нашего государства, да, мы получили 700 миллионов рублей, значит, временные оборотные деньги, или я не знаю, банковскую терминологию правильно говорю, я так бизнесмен говорю, да, но их надо было, когда вы начали возвращать, государство должно было пополнять, возмещать банку вот эту сумму. Банк, который потерял, который ничего, 700 миллионов рублей, как он может кредитовать, как он может развивать, вообще что делать? У нас, я думаю, никто не обидится, у нас нет банковской системы, у нас есть расставчистоство развитое. Вот, Песлан, я сам сказал, покупаем по 18 рублей, условно-процентам годовых, банк тоже должен что-то зарабатывать на абсолютно, минимум на выходе, стоимость этих денег будет, ну, по самому щадящему варианту, 24% годовых, а так, нормаль 36. Ну, какой бизнес может развиваться, вот, вы понимаете, вот с такими высокими процентами, такими дорогими деньгами, финансировать бизнес, это высокие риски. Если честно, конечно, все очень плохо, все очень тяжело, вот, то, что вы говорили, да, надо вводить какие-то новые, эти, да, конечно, это безусловно нужно, то есть, мы по сей день бегаем с бумажками в банк, это уже никто не делает, электронная подпись, которую уже весь мир, да, это же легко, да, ну, я так понимаю, надо как-то, что в парламенте, не садилась. Абликарды ввели в обиход в 1955 году, согласен, они к нам пришли, они к нам пришли совершенно недавно, да, больше даже 500. Да, опять-таки, вот мы говорим, да, почему люди не несут деньги, да, они понесут, потому что им не выгодно, и будут они хранить, да, в матрасах, не знаю, где угодно, не понесут в банк, потому что не доверяют, не доверяют, вот и все. Хотелось бы еще озвучить несколько проблем, хотя уже вот основные из них были озвучены предыдущими спикерами, вопрос о кредитовании, то есть, да, у нас на сегодняшний день в абхазском обществе возникают два самых часто задаваемых вопроса, это почему так сложно взять кредит, и почему кредит выдается под такую большую процентную ставку, да, вот если говорить о самой природе кредита, то в современном мире кредит является главным инструментом экономического развития, и темпы его роста, увеличивают темпы роста экономики, причем в странах как развитых, так и развивающихся, но, если рост кредитования там позитивный тренд, то у нас ситуация в этом плане немножко иная, вот хотелось бы основные проблемы озвучить, ну, главная проблема, это системная проблема в абхазии, является стаблирующая экономика, это все знают, ничего нового я не скажу, она обуславливает, к сожалению, нехватку качественных заемщиков, что прежде всего необходимо банкам, и разрыв доходов между богатыми и бедными, в следствии чего, вот мы наблюдаем картину, вот, например, Сбербанка, что кредиты берут малообеспеченные граждане, и основная цель этих кредитов, это погашение своих долгов, или ранее взятых кредитов, или берут на так называемую социалку, то есть зачастую заявленные цели получения кредита и реальные его направления совершенно не соответствуют друг другу, и наша банковская система работает на потреб кредиты населению, бизнесу, достаются кровки из этого. Здесь говорилось еще и о качестве совокупного кредитного портфеля авгазских банков. Да, действительно, он вызывает озабоченность. Если мы говорили о проблемных кредитах, доли которых составляет 75%, то полностью безнадежный, я опять ссылаюсь на данные Национального банка, полностью безнадежный кредит, это 23%. Это очень большая цифра, их наличие отрицательно сказывается на денежном обороте, и увеличивает для банков необходимость создания резервов на возможные потери, снижает уровень деловой активности, если не сказать, сводит его к нулю вообще. Тут еще необходимо озвучить еще одну проблему. Проблему такого, особенно со знаком минус. Кредитование, так скажем, политизированных проектов, большей частью которых являются заемщики с высокими рисками. Я думаю, что представители банков, которые здесь стоят, хорошо меня понимают. Просто концентрация подобных клиентов в кредитном портфеле превращает банк просто в кошелек. Он уже перестает кредитовать экономику и не зарабатывает. Да, подобный сценарий развития событий наблюдался в истории абхазского банкинга, как недавней, например, некоторых банков, так и уже, я говорю про банки, у которых были отозваны лицензии. Также считаю необходимым обратить ваше внимание еще на одну значимую проблему. Не всегда адекватное отношение в обществе к возврату кредита у людей. Если на примере других стран, вот мы здесь говорим о нашем ближайшем соседе, экономическом партнере Российской Федерации, там наблюдается вот такое щепетильное отношение граждан к своей кредитной истории, к взаимоотношению с банком, то в нашем обществе существует немало людей, которые считают, что при любой минимальной возможности возвращать кредит не обязательно. Экономическое развитие сводится к минимуму в этот момент. Во-первых. Во-вторых, банки вынуждены серьезно ужесточать требования к поручителям, предоставляемым залоговому имуществу. Просто потому что в противном случае, да, доход от реализации этого имущества не покроет убытки банка. Это спровоцирует образование финансовых дыр и невыполнение норматива достаточности капитала. Ну, это вы все прекрасно знаете. Ввиду вышесказанного и в условиях ограниченности кредитных ресурсов принципиально важной задачей мы считаем ориентацию на целевое кредитование малого и среднего бизнеса. Потому что именно малый и средний бизнес, как известно, является драйвером развития экономики. И тех клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Естественно, все это делать без потенциального ухудшения качества заемщика, которому предоставляется кредит. Вот Сбербанк, как системно значимая организация, взял курс на усовершенствование оценки кредитоспособности, также на снижение ставок с такой ближайшей конечной целью хотя бы 24%, то есть если сейчас максимальная ставка 36%, а была 48% по объективным причинам. И по нашей оценке, в среднесрочной перспективе, при благоприятных обстоятельствах, это должно занять 3-4 года. В заключение здесь хотелось бы добавить, что вне зависимости от принадлежности к той или иной финансовой организации, любые действия банкиров должны быть не только на увеличение доходов банка направленной, но и на экономический прогресс республики, сохранение финансовой ответственности по отношению к обществу. Я здесь, конечно, озвучил не все проблемы, здесь вот и о теневом банкинге говорили, когда нет возможности взять кредиты, и люди обращаются на рынок банковских услуг, так называемым процентщикам или процентщицам, которые выдают кредиты под 120% годовых, это тоже мы все знаем. Но там ответственность повышается. Мы, приходя сегодня на эту встречу, конечно, мы ожидали услышать хоть что-то позитивное, что нас кто-то в конце концов обрадует, но было что удивительно. Вообще, вот эта пандемия, она показала, что все стали просить предпринимателей. Государство просит предпринимателей помочь. И мы уже дошли даже до того, что банки стали просить предпринимателей. Мы оказались такие нужные, но мы оказались самые беззащитные. Предприниматель в Акфазии вообще не защищен. Мы работаем, мы приносим прибыль, мы приносим налоги, мы содержим, помогаем государству, Но мы хотим, чтобы нам государство также помогало. Слава Богу, что есть прекрасные банки. Я вот тут хочу сказать Мише огромное спасибо, Чалмаз. И Гарантбанку Эмы нету, потому что это банки, которые всегда рядом с нами в очень трудной ситуации. Я работаю с ними 17 лет. Но я тот самый бедный предприниматель, который взял кредит и завис. В 2012 году мы взяли кредит, мы купили два участка для того, чтобы развивать свой бизнес. И все шло хорошо. Мы стали выплачивать, мы проценты погашали. У нас бизнес шел, все было отлично. Наступил 2015-2016 год. Экономика Абхазии вошла в такой, я не знаю, как это, штопор, да, называется, турбулентность. Да, когда у нас просто каждый год хуже и хуже и хуже. Мы думаем, в этом году плохо. Но следующий наступает, становится еще хуже. Уже дошло до того, что... Это уже штопор, да, турбулентность? Я уже не знаю. Уже... Я вообще не знаю. Вот вы говорили, Беслан, что ставки отпугнули предпринимателя. Вы знаете, бывают такие моменты, когда мы готовы были брать под любые проценты. Я брала одно время, у меня было 10% в месяц, 120% в годовых. Я взяла валюту для того, чтобы расплатиться со своими поставщиками. Доллар пошел вверх. Я вообще не знаю, как мы живые предприниматели, потому что нас все время трясет и кошмарит от этой финансовой ситуации. Я не знаю, какая-то поддержка нужна. Вот, Миша, очень много хороших предложений, но рядом сидит депутат парламента, рядом сидит бывший министр финансов. А кто должен был писать эти законы? Почему? Кто должен был инициировать? Дзянцов, вы сейчас улыбаетесь. Я сейчас предложил ему. Нет, но, послушай, вот мы сейчас сидели, вот очень у нас была встреча в кабинете министров, и здесь мы встречаемся. В кабине мы сидели, сидят все наши чиновники и говорят, надо было вот это написать, надо было этот закон. Мы говорим, послушайте, это не старая ситуация, когда нам законы присылали из Москвы, и мы не знали, что там букву запятую нельзя изменить. Законы должны писать профильные ведомства, принимать и разрабатывать депутаты парламента. А мы сидим через 25 лет, говорим, что вот, оказывается, того нету, другого нету. Весь мир, электронная подпись, даже смешно уже вообще об этом говорить. Огромная благодарность банкам. Банки, конечно, нужны. Конечно, без них работать невозможно. Конечно, уровень у них должен повышаться, но это вот такая экономическая цепочка. Если у нас нет денег, в банках тоже денег не будет. Поэтому как-то все должно быть. Все это взаимосвязано. Конечно, все взаимосвязано. Прибыль банка падает, соответственно. А мы закрываемся, мы разоряемся. Нам создали такие законы в последнее время, что всех предпринимателей разорили и хотят, чтобы в банке были деньги. Да не будет в банке денег, потому что покупатель не купил товар, мы не понесли выручку в банк. Все, все сидим. Вот получается у нас ситуация, в которой мы сегодня находимся.